Здравствуйте, это программа Город С, я Елена Чернявская. 5 апреля, в понедельник, Владимир Путин подписал закон о гаражной амнистии. Согласно его информации, нововведения коснутся более 3,5 миллионов жителей России. Принятая амнистия позволяет владельцам гаражей оформить права на них в упрощенном порядке. Документам разрешается безвозмездно получить собственность капитальной постройки, которые были возведены до 30 декабря 2004 года, а также землю под ними. Таким образом, люди получат возможность распоряжаться этой недвижимостью по своему усмотрению. Вот сегодня на эту и другие темы я говорю с заместителем начальника отдела управления Росреестра по Самарской области Константином Сергеевичем Мининым. Здравствуйте. Здравствуйте. Константин Сергеевич, ну давайте мы поговорим на эту тему. Конечно, вот она, как говорится, очень свежая, актуальная. Так, как я уже сказала, президент подписал закон о гаражной амнистии. Скажите, пожалуйста, когда он вступит в силу, ну и, конечно, сколько он будет действовать? Да, действительно, президент в понедельник подписал законопроект. К слову сказать, законопроект был разработан при непосредственном участии Росреестра. Больше полутора лет законодатели вместе с Государственной Думой, со специалистами Росреестра разрабатывали положение данного закона. И в достаточно короткие сроки удалось урегулировать все вопросы, согласовать все положения данного законопроекта. И вот уже в весеннюю сессию мы с вами увидели принятый федеральный закон. Если раньше мы с вами разговаривали о положениях законопроекта, который рассматривался, и, к слову сказать, он претерпел определенные изменения от первого чтения к последнему, то сегодня уже можно смело говорить, что 79-й федеральный закон от 5 апреля 2021 года о так называемой гаражной амнистии. То есть название его достаточно длинное, о внесении изменений в отдельные законодательные акты, но вот уже в профессиональном кругу среди граждан он уже получил свое название «Закон о гаражной амнистии». Закон предполагает то, что он вступает в силу с сентября 2021 года. Да, то есть есть еще время, да, достаточно? Полгода? Да, есть еще практически полгода на то, чтобы подготовиться, как гражданам подобрать, найти все имеющиеся у них документы. В основном акцент будет сделан, конечно, на подготовительную работу для органов местного самоуправления, потому что основная нагрузка ляжет на их плечи. Законом предполагается возможность принятия на уровне субъекта федерации принятия регионального закона, который может расширить перечень и дополнить перечень необходимых документов, которые могли бы гражданам подтвердить законность владения соответствующим гаражом. Плюс за этот период Росреестр при непосредственном участии органов местного самоуправления, органов госвластия субъекта, примет участие в разработке, так скажем, подготовительных мероприятий по реализации положения данного закона. На сегодняшний день срок действия закона установлен в 5 лет, то есть до 2026 года, до сентября. Ну, в принципе, это достаточный период, чтобы гражданам уже определиться с возможностью оформления и с непосредственным оформлением принадлежащих им гаража и земельного участка. — Константин Сергеевич, скажите, пожалуйста, вот закон новый вступил в силу, а вот если сравнивать, что было и что теперь будет, какая разница между вот этими положениями, между этими законами и, собственно, что нового-то теперь будет? — На самом деле положения закона, они максимально упрощают для граждан процедуру оформления земельного участка и с минимальными затратами для этого. — Финансовыми затратами. — Финансовыми затратами, конечно. То есть до принятия этого закона многие владельцы гаражей, у которых имелись какие-то документы, подтверждающие законность использования гаража, но земля не была оформлена, они вынуждены были обращаться в судебные органы и признавать право как на гараж, так и на земельный участок. То есть в основном вся процедура была зациклена на возможности оформления только в судебном порядке. Положения же текущего рассматриваемого закона, они исключают возможность, то есть упрощают процедуру и, по сути, граждане смогут в административном порядке, обратившись один раз в органы местного самоуправления, решить вопрос с предоставлением земельного участка и оформлением прав как на земельный участок, так и на гараж, на нем расположенный. Вы сказали, что это упрощает оформление во плане финансовом, но я хочу, наверное, добавить, что еще и временные рамки сократились, что очень немаловажно в наш суетный век. Да, действительно, положение закона, они максимально простую процедуру предусматривают. На сегодняшний день по положениям закона заявитель, гражданин, который желает оформить гараж и землю под ним, ему достаточно один раз с одним заявлением обратиться в орган местного самоуправления о предоставлении ему земельного участка. Предоставить документы, подтверждающие законность использования гаража, и на основании одного заявления орган местного самоуправления должен решить вопрос с согласованием возможности предоставления земельного участка и обратиться за постановкой на кадастровый учет этого земельного участка и регистрацией прав гражданина на земельный участок и на гараж, который на нем расположен. Хорошо. Вы обозначили сроки до... Вернее, да, президент обозначил сроки до 26-го года. Означает ли это, что стоит торопиться оформить недвижимость, или все-таки, ну, можно подождать годок-другой? Вот ваш совет. Мой совет здесь вряд ли, наверное, будет уместен. На самом деле, я бы рекомендовал каждому исходить из своих объективных обстоятельств. Если у вас есть потребность максимально быстро это все оформить, в сентябре у вас такая возможность появляется. Потому что уверен, что многие граждане годами пытались это оформить, многие, наверное, уже попрощались с этой идеей, а сейчас появляется реальный инструмент и механизм, четко прописанный в законе, который позволит довести начатое до конца, либо начать заниматься... Эту процедуру заново, да? Да, эту процедуру заново. Хорошо. Что сейчас в первую очередь нужно сделать гражданам, имеющими гаражи? Ну, во-первых, я, наверное, начну с того, на какие гаражи распространяется положение закона. То есть закон нам говорит о том, что это должен быть капитальный гараж, имеющий фундамент, имеющие стены, не имеющий внутри каких-либо жилых помещений. Этот гараж должен быть одноэтажный. То есть не два этажа, а не более. Плюс ко всему этот гараж должен быть построен до вступления в силу Городостроительного кодекса. До 30 декабря 2004 года. То есть если по вот этим критериям ваш гараж попадает в совокупность этих критериев, то, соответственно, вам есть смысл найти старые документы о том, что вы оплачивали за гараж, там, за свет, за охрану, за эксплуатацию гаража, за подключение к каким-то инженерным коммуникациям. То есть эти платежи являются официальным подтверждением, что пользуются гаражом? Эти платежи будут являться официальным документом, подтверждающим законность использования гаража. Плюс ко всему это могут быть документы о распределении гаража между членами гаражного кооператива. Какая-то членская книжка, там, справка председателя ГСК. Это могут быть любые иные документы, которые подтверждают законность вашего использования. То есть я знаю, есть ситуации, когда гаражи были приобретены по распискам. То есть человек как бы продал, ему расписку написали, то даже вот такая расписка, она может подтвердить законность вашего пользования этим гаражом, потому что сам гараж тоже подпадает под критерии, что он до градостроительного кодекса был построен, что он одноэтажный, что он имеет фундамент, стены, и они используются для предпринимательской деятельности. То есть еще здесь именно ключевой момент, то что этот гараж должен использовать для личных целей. То есть это не автомойки, это не сервисы, которые у нас в гаражных боксах зачастую используются. То есть это не про такие гаражи. Плюс ко всему закон определяет перечень гаражей, на которые он не распространяется. Это не распространяется он на гаражи, построенные в многоквартирных домах, в торгово-офисных центрах. Он не распространяет свое действие на гаражи, построенные по договорам долевого участия в строительстве. И не распространяет он свое действие на так называемые гаражи-ракушки, то есть некапитальные гаражи. Для некапитальных гаражей в законе предусмотрена иная процедура, о которой я чуть позже отдельно расскажу. Но вот все-таки, кто в первую очередь может воспользоваться гаражной амнистией? Это все те, о которых вы перечислили, или есть еще какая-то категория? Нет, закон никак не ограничивает круг лиц, кто может. Это любой законный владелец гаража, который попадает под критерии данного закона. Ну, все мы с вами помним, что гараж, это как и дача, всегда был неотъемлемый атрибут советского человека, где он проводил все свое время. Поэтому я уверен, что таких гаражей даже больше, чем 3,5 миллиона, о которых можно там по официальным статистикам вести речь. На какие гаражи закон не распространяется? Вот вы сказали гаражи-ракушки. А вот обычные железные гаражи, которые стоят в городском массиве, их можно увидеть повсеместно, хотя некоторое время назад также их массово и увозили. Вот об этом расскажите, пожалуйста. На самом деле во втором чтении в законопроект на тот момент были внесены существенные изменения, и он распространил свое действие на так называемые сваренные гаражи, то есть которые имеют общую стену, общую крышу, общие коммуникации. Ну, допустим, у них могут быть металлические стены. Но тем не менее закон на них свое действие распространил. Не распространил он свое действие на некапитальные гаражи металлические, которые можно переносить, о которых вы говорили, шла целая история по их сносу. Вот в отношении таких некапитальных гаражей в законе предусмотрена норма, согласно которым муниципалитет на своей территории вправе утвердить схему расположения некапитальных гаражей и в соответствии с этой схемой предоставлять земельные участки под размещение таких некапитальных гаражей. В законе, ну, законом были внесены изменения в земельный кодекс, появилась отдельная статья, касающаяся порядка предоставления земли под некапитальные гаражи, и предусмотрено основное правило о том, что это предоставление осуществляется за плату, вот в такое временное пользование. Вот, и есть категория граждан, как правило, это инвалиды, участники Чернобыльской АЭС, которым предоставление земельных участков осуществляется бесплатно и в первоочередном порядке, вблизи места их проживания. То есть здесь работа муниципалитета именно определить места, где допустимо размещать подобные некапитальные гаражи, и уже гражданин в соответствии с этой схемой вправе обратиться за предоставлением такого земельного участка, чтобы там разместить свой некапитальный гараж. То есть здесь будет определенный порядок уже в этой сфере, и не будет вот такого самовольного захвата, так скажем, муниципальной земли. Вот, кстати, да, давайте об этом сейчас поподробнее расскажите. Какие льготы есть вот как раз у этой категории, у инвалидов, смогут ли они оформить гараж, ну вот, предположим, во дворе? Вот, если мы говорим с вами про капитальные гаражи, и, ну, так в целом про гаражную амнистию, то, в принципе, закон для всех категорий граждан предоставляет возможность бесплатного получения земельного участка. То есть здесь никакую выкупную цену за предоставление земли платить законом не предусмотрено. Льготы предусмотрены как раз-таки для инвалидов, для цели размещения некапитальных гаражей вблизи места их проживания. То есть у них льгота, во-первых, это они получают такой земельный участок бесплатно и в неочередном порядке. Ну, а если есть еще и такая возможность получить этот участок земли, а если очень плотная застройка, детская площадка, ну, просто элементарно негде разместить, а необходимости есть, сделать тогда что? Здесь нужно, я так думаю, обращаться в муниципалитет, обозначать как бы свои потребности. А муниципалитет, поскольку он является, так скажем, хозяином земли на своей территории, он должен определить эти места. Ну, я уверен, что, наверное, внутри какого-то квартальной застройки можно найти несколько там участков земли под размещение некапитальных гаражей для инвалидов. А можете ли, я, конечно, понимаю, что это все-таки полномочия местной администрации, но тем не менее, можете ли обозначить вот какие-то сроки от момента обращения до момента выделения и уже непосредственно размещения гаража? Есть ли, может быть, какие-то нормативные сроки, указанные в законодательстве? Нормативные сроки, они, да, предусмотрены в земельном кодексе, предусмотрены в законе о гаражной амнистии. И с момента обращения, с момента принятия решением органа о согласовании возможности предоставления земельного участка законам предусмотрен срок 20 рабочих дней. То есть эта процедура достаточно непродолжительная, не должна растягиваться на годы. Хорошо. Перейдем к главному моменту. Какие документы требуются, чтобы зарегистрировать право на гараж? Да, здесь еще я оговорюсь о том, что положение закона гаражной амнистии их нельзя сравнивать с возможностью оформления самовольных построек. Если ваш гараж был признан самовольным... Ну, давайте тогда начнем с понятия самовольная застройка. Самовольный гараж – это гараж, возведенный без получения необходимых разрешений и согласований на земельном участке, не находящемся в пользовании, в собственности, в аренде. То есть на чужой земельной участке. Так. То есть это все критерии самовольности уже. И если в отношении такого гаража органы местного самоуправления принималось в последнее время решение о том, чтобы признать его самовольным, то у него судьба только одна – это снос. То есть гаражная амнистия его уже никак не узаконит. Вот. А для того, чтобы узаконить и оформить принадлежащие используемые граждан гаражей, закон предусматривает открытый перечень документов и к числу них относят в том числе документы, подтверждающие распределение гаражей между работниками предприятия. Это могут быть документы, подтверждающие подключение к инженерным коммунальным системам. То есть это договора за свет, я не знаю, за охрану. Это могут быть документы технического учета ранее произведенного, то есть наличие какого-то техпаспорта. Это могут быть документы о землеотводе под строительство гаража 90-х годов. То есть любые документы, которые хоть как-то подтвердят законность использования либо предоставления земельного участка гражданину, либо тому гражданину, который вы приобрели по расписке этот гараж. То есть перечень документов, он не исчерпывающий, он открытый. Плюс ко всему, еще раз повторюсь, что законам субъекту Российской Федерации дано право расширить перечень этих документов в зависимости от особенностей своего региона, как у них складывалась практика предоставления и оформления подобных гаражей. Я уверен, что у многих остались все равно какие-то членские книжки, какие-то квитанции, постановления об отводе земли под строительство гаража. Ну, то есть в любом случае какие-то документы будут найдены. Оценку законности использования здесь уже будет давать орган местного самоуправления при принятии решения о согласовании предоставления земельного участка. И основной момент то, что в законе прописано, что заявителю не нужно обращаться несколько раз с разными ходатайствами, но один раз обращается в орган местного самоуправления с заявлением о предоставлении земельного участка. На основании этого заявления орган местного самоуправления решает вопрос о возможности этого предоставления, оценивает законность использования гаража и на основании этих документов самостоятельно обращается за постановкой на кадастровый учет о регистрации прав в отношении данного гражданина. То есть здесь заявитель даже, ну, у него нет необходимости обращаться в МФЦ с отдельным заявлением о регистрации своего права. Все по закону должен будет сделать орган местного самоуправления. То есть если есть какие документы на гараж, их нужно необходимо все собрать, вот что вы сказали, там счета, договоры и все это принести в органы самоуправления. Вы знаете у меня вот какой вопрос? Вы сказали до 2004 года, ну, а если человек, ну, элементарно, ну, может быть, или не помнит, или забыл, не могут ли возникнуть споры, что этот гараж был построен с 2004 года, а на самом деле подтверждения этому документально нет? И есть ли какие-то, может быть, акты нормативные у нас в городе, подтверждающие год постройки тех или иных гаражей? Ну, нормативные документы, это, наверное, могут быть документы технического учета, в которых будет указано год постройки. Да, но с момента вступления в силу городостроительного кодекса процедура отвода земель и строительства, она уже была четко регламентирована, которая предполагала определенную процедуру. Поэтому и в законе прописан такой срок, да, что построены до 2004 года, до декабря. То есть здесь все четко прописано, да? Да, поэтому если вы не можете найти эти документы, ну, собственно, я думаю, и муниципалитет не сможет опровергнуть, что он построен после 2004 года. Хорошо. Как понять, что твой гараж вот совершенно точно попадает под гаражную амнистию? Костя Син Сергеевич. Ну, во-первых, да, это фундамент стены, как я сказал. Он не должен располагаться на принадлежащем вам земельном участке. То есть земля под ним должна быть муниципальная. Государственная, муниципальная, либо земля неразграниченной собственности. У него не должно быть второго этажа, он не должен быть поделен на какие-то там помещения внутри. Он должен использоваться только для личных целей, никакая коммерческая деятельность в нем не должна осуществляться. и он может располагаться в составе гаражно-строительного кооператива. Земля могла быть предоставлена гаражно-строительному кооперативу в свое время. Тогда у вас должны быть, соответственно, документы, подтверждающие распределение гаражей среди членов этого гаражно-строительного кооператива. То есть здесь вот такой вот набор документов, который может подтвердить. Вы сказали, что если не двухэтажные, но у нас по городу, я неоднократно это видела, есть несколько уровневые гаражи. Вот так же раньше строили, да, в целях экономии земли, места. Вот такие гаражи попадают под гаражное место? Нет, под тем положением закона, который принятый, распространяют только на одноэтажные гаражи. На одноэтажные гаражи. Хорошо. Соответственно, куда нужно обращаться, чтобы оформить вот эту недвижимость? Да, на сегодняшний день, вот мы с вами вначале сказали, что срок действия закона наступает в силу в сентябре текущего года. И к этому моменту, я думаю, уже будут разработаны конкретные памятки для граждан, куда им нужно обращаться. Сейчас есть понимание, что им нужно будет обратиться в орган местного самоуправления через многофункциональный центр. То есть будет одно заявление в МФЦ, и документы будут переданы на орган местного самоуправления по месту нахождения гаража, который вы желаете оформить. То есть уже такие заявления принимают? Нет, пока таких заявлений не принимают. До сентября органы местного самоуправления совместно с Росреестром будет разработан механизм реализации положения этих законов, формы заявлений. И необходимые там памятки будут, соответственно, доведены до сведения заявителей через СМИ, через многофункциональные центры. То есть сейчас, на мой взгляд, задача каждого гражданина, у кого есть такие гаражи, это подсобрать документы, которые у них имеются. Привести их в порядок. Привести их в порядок, посмотреть, что может где-то еще там остались какие-то документы ненайденные. То есть вот этим вот процессом заняться, а уже ближе к сентябрю уже будет понятно, с каким конкретным заявлением, по каким адресам обращаться. Сейчас пока эта процедура, она, так скажем, проходит определенную наладку и выстраивание взаимодействия между органами местного самоуправления и Росреестром. Константин Сергеевич, скажите, нужно ли будет уплачивать госпошлину за регистрацию права на гараж? Действительно, корректный вопрос. Как я уже сказал, само предоставление земельного участка, оно предполагает бесплатно. Учитывая положение закона, который позволяет органу местного самоуправления обратиться за оформлением в органы регистрации прав, то и госпошлину оплачивать не нужно будет. Органы местного самоуправления у нас освобождены от оплаты госпошлины. Соответственно, в случае их обращения, как по закону предусмотрено, то и гражданин эту госпошлину не оплачивает. Но все-таки какие-то расходы гражданам стоит учитывать? Гражданам, я думаю, есть смысл учитывать расходы на подготовку технического плана на гараж. То есть это один из документов, который является обязательным для установки его на кадастровый учет и изготовлением межевого плана на земельный участок. Но если мы с вами говорим о среднестатистическом гараже индивидуальном, то это, как правило, 21-18 квадратных метров сам гараж, плюс по отмосткам это тоже где-то порядка 22 метров земельный участок. То есть здесь расходы по практике, наверное, сильно большими не будут. Какими будут? Здесь, в принципе, тоже в законе прописано то, что орган местного самоуправления вправе предусмотреть возможность компенсации этих расходов и проведением комплексных кадастровых работ на соответствующей территории. И тем самым он уже как бы решит определенные вопросы с оформлением границ этих земельных участков и изготовлением межевых планов. То есть, в принципе, действительно нужно будет предусмотреть расходы на изготовление техплана и межевого плана на земельный участок. Но они не вот прям какие-то существенные, которых стоит прям заранее там... Но вот межеванием и техпланом заняться тоже стоит сейчас, если их, этих документов нет, до сентября. А какие службы осуществляют вот эти... Вообще подобными кадастровыми работами занимаются кадастровые инженеры. Вот рекомендовать прямо сейчас заниматься этими работами... Ну, опять же, я, наверное, не склонен такие рекомендации давать. Каждый пусть определится. Ну, я думаю, что есть смысл чуть-чуть немножко хотя бы месяц подождать и в августе этим вопросом заняться. Изготовление техплана и межевого плана на гараж тоже процедура не особо длительная. В течение 10-20 рабочих дней эти документы будут подготовлены. Самое главное, что необходимость в этих документах возникнет, когда ОМС положительно решит вопрос о предоставлении вам земельного участка. Потому что, чтобы определить границы земельного участка, нужен акт о предварительном его согласовании предоставления. То есть кадастровый инженер вам не сможет без решения ОМС изготовить межевой план на земельный участок. Поэтому здесь смысл как бы торопиться нету. Вы получите решение от органа о том, что вам действительно этот участок будет предоставлен, и тогда кадастровый инженер вам быстро сделает... Быстро и без проблем. Константин Сергеевич, ну, в конце программы у меня, наверное, совершенно логичный вопрос. Все-таки зачем и почему стоит воспользоваться гаражной амнистией? Ну, многие обыватели могут рассуждать и так. Ну, был у меня гараж, есть, я им пользуюсь, и дальше буду пользоваться. Никто меня его не отнимет и не заберет. Зачем нужно оформить и воспользоваться, как я уже сказала, вот гаражной амнистией? Ну, здесь вы, на самом деле, заблуждаетесь, говоря о том, что я им пользовался и буду дальше пользоваться, никто у меня его не заберет. В какой-то один из прекрасных моментов окажется, что земля, на которой расположены ваши гаражи, будет предоставлена кому-то под строительство. Возникнет необходимость изъятия этой земли для госмуниципальных нужд. Да, и, соответственно, вопрос с расположенными на этой территории, ну, так скажем, самовольными, неоформленными постройками, он будет решаться не в вашу пользу и без учета ваших интересов. То есть вы просто их лишитесь, несмотря на всю продолжительность его использования. Вот, и не сможете каким-то образом предъявить свои права на использование этого гаража. Поэтому здесь смысл-то как раз именно в этом, чтобы узаконить это использование, чтобы защитить права граждан, которые ими законно владеют. Отсюда у них, соответственно, появится возможность распоряжаться этим земельным участком и гаражом, совершать сделки. Соответственно, продать. Продать, подарить, заложить в качестве обеспечения в каких-то там кредитных историях. У наследников не будет проблем, если вдруг произойдет факт смерти и нужно будет устанавливать наследственное имущество. То есть такой гараж, он попадет в наследственную массу и может быть унаследован. То есть это вот именно такие житейские вопросы. То есть без вот этой процедуры, без оформления, это все сделать, ну просто невозможно. Да, естественно, нужно тоже для себя понимать то, что законодатель, идя на такие шаги, упрощая всю эту процедуру, естественно, он не забывает о том, что такие объекты станут объектами налогообложения. И бремя содержания собственности, оно тоже будет возложено на собственников. Но как бы здесь это объективно, и как бы скрывать это тоже смысл. Все прекрасно понимают, что оформив, нужно будет платить налоги. Но оценить, насколько эта вот разница будет существенная, ну это, на мой взгляд, лучше будет все оформлено, нежели пытаться уходить от налогов и в какой-то момент потерять, грубо говоря, все это. Вообще имущество в целом, да? Но ведь, наверное, и цена такого гаража будет существенно выше, когда он правильно оформлен, когда на него есть документы, да? И продать его можно будет уже, соответственно, дороже. Естественно, да. Ну что же, подводя итоги, какие важные моменты в конце программы вы могли бы озвучить? Собственно, почему нужно оформить гараж, меня убедили и наших уважаемых телезрителей, я уверена тоже. Но вот на какие основные моменты нужно обратить сейчас особое внимание, пожалуйста? Ну, особое внимание, наверное, обращу на то, что гаражная амнистия – это не про оформление самовольных построек. Обращу внимание на то, что гаражная амнистия распространяется на индивидуальные гаражи, имеющие фундаменты, имеющиеся стены, построенные до вступления в силу Городостроительного кодекса до 30 декабря 2004 года. Получить возможность предоставления бесплатного земельного участка под ним и возможность оформления самого гаража можно на основании любых документов, подтверждающих законность вашего использования соответствующего гаража. Это могут быть документы об оплате каких-то услуг и содержания данного гаража. Это могут быть документы, подтверждающие перераспределение среди членов гаражного кооператива, соответствующих гаражей между ее членами. Вступает в силу закон в сентябре 2021 года. У наших телезрителей есть достаточное время, чтобы привести в порядок все имеющие у них документы, найти недостающие и уже дождаться вступления его в силу. И, повторюсь, закон будет действовать до 2026 года, 5 лет. Спасибо вам большое. Спасибо всем тем, кто был сегодня с нами. Вы смотрели программу «Город С». Всего хорошего. До свидания.